Доброго здоровья, уважаемые посетители канала! Ну что, почитаем ваши комментарии и упоминания. Так сказать, кратенько пробегимся и потом приступим к электронной почте. Там тоже кое-что есть, люди занимаются и хотят получить ответ. Итак, давайте вот первое. Уринотерапия за и против. То есть я рассказывал, ну можете посмотреть, что там рассказывал о уринотерапии за и против и так далее. А вот некто Азба сделал такой комментарий. Из ящика дурака выгнали, теперь на ютубе мозги промывает. Дело в том, что человек даже не знает, что и как там было, знаете. И вот так он говорит. Поэтому я просто-напросто его заблокирую. Зачем он мне нужен? Так спокойно, легко и просто. Тем более, знаете, это, как бы сказать, частная собственность, мой канал. Приходите в гости. Дальше Анн Шевцова пишет. На аудиокниге слушает целительные силы. Так, все больше узнаю. Понимаю всего все лучше. Знания складываются в целостную картину. Действительно, я постарался в целительных силах, в первую очередь для себя, будем говорить, так вот, обрисовать, как и что должно идти в оздоровлении организма. А в основах здоровья я еще переработал, значит, эти книги целительной силы. И так сказать, более там что-то подчеркну. Но настал вообще момент еще разок переработать основы здоровье для того, чтобы еще более ясно показать, что мы будем делать для того, чтобы стать здоровыми. На что? Обращаем внимание. Не просто на какие-то там рецептики, а... Блин, быка за рога. Вот интересно. Кстати, вот у Риниты, я знаю, против. Иван Агларов. Агларов пишет. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Я из Болгарии. Мне 90 лет. Отлично. Так, 20 августа 22-го года отметил первый шаг в столетней компании своих бывших учеников. Великолепно. Я занимаюсь уринотерапией с 2000-го года. Видите, этот человек намного старше меня. Ну, вот что-то он почувствовал, что вот это дело как бы помогает. Шесть месяцев назад упал и ударился головой. Был без сознания 12 часов. Прошу вашего совета. Можно ли при помощи уринотерапии помочь моей проблемой? Надеюсь на ваш совет. С уважением и благодарностью Иван Агларов. Ну, использовать конечно можно. Но вот смотрите, что здесь может быть. Так, чисто теоретически. Упал и ударился головой. Без сознания. То есть, могло произойти образование тромбов от травмы. Просто-напросто. От травмы. Для 90-летнего человека, ну, что ему сделать такое, чтобы, как бы сказать, помогало и в то же время не было каким-то таким, знаете, обременительным средством. Я думаю, вот для того, чтобы очистить сосуды, можно использовать талую воду. Талая вода, это в ней еще плавает лед. Я очень много говорил о талой воде. Что, что, как и готовит. Можно это все дело посмотреть. И, значит, использовать. Пить талую водичку, она прекрасно пробивает сосуды. Растворяет разного рода там тромбы и так далее. Можно, можно в этом случае, я думаю, и использовать и пьявок. Так как они выделяют компоненты, которые рожают кровь, растворяют там тромбы. Вот, то есть, вот в этом случае вот это дело пойдет. Ну, то, что голод можно использовать. Голод с уринотерапией, которая тоже будет. Но это уже будет, так сказать, напряжно для 90-летнего человека. Поэтому по пути на меньшего сопротивления пить талую воду. Еще разок, полторы. Талая вода, это в ней еще плавает лед. И вот эту воду вы пьете по глоточку. Допустим, заморозили бутылочку. Литрико так это на полтора. Значит, поставили ее в холодильник. На ночь уточкам ее вынули. Поставили при комнатной температуре. Вода начинает таять. И вы по глоточку, так сказать, и отхлебываете, и отхлебываете. Вода должна, естественно, быть чистой. В смысле, в приготовлении. То есть, берете чистую воду. Вот, и это будет очень хорошее средство для Ивана. Так, так, так. Ага. Свич, опыт лечения. Александр Коновалов пишет, как она делается. Порция. Заранее спасибо. Александр, ну посмотрите, я об этом и писал, и разговаривал, и все. Упариваете до одной четвертой мочу. То есть, грубо говоря, берете 400 грамм. Ставите, вернее, в эмалированной посуде ставите, я лично ставил, на электроплитку. Так делаете, так знаете, такую температурку, чтобы она нагревалась и выпаривалась. Вот, не столько кипела, сколько выпаривалась. То есть, это небольшое такое кипение. И как только одна четвертая остается, вот это то, что надо, и вы используете против свищей и прочей-прочей заразы. Наталья Шуклинская пишет, пересматриваем на видосик обида, продолжаем разбор. Так. Тиграна пробует веса. Ильстам Дремс пишет. Супер Петрович. Все мы начинаем с малого. И, я думаю, Тигран при регулярных занятиях, он, будем так говорить, у каждого свои достижения. И примерно через полгодика, годик, а то еще и раньше, по крайней мере, почувствуется мощная наработка энергетики. И качество жизни возрастает. Это очень, так сказать, интересный метод. Так что, Тигран начал заниматься. Так. Шир-пер-мае-о-о-пер-папа. Геморрой я его вылечил. Так. Он пишет. А как узнать, есть ли у тебя глисты? Ну, об этом говорилось. Сейчас. Вот. Хе-хе. Ну, так как здесь геморрой я его вылечил, я написал комментарий. Подумайте. Значит, он отвечает. А пьянки помогут? Так. У меня мама купила пьянки, теперь заставляет меня их ставить. Ну, попробуйте. Поможет или не поможет. Все зависит из-за того, я уже много раз про этот геморрой рассказывал. И у меня у самого был геморрой. Я все это знаю не понаслышке. От чего возник геморрой? Если мы с вами будем воздействовать на причины, то все легко и просто уберется. На причины. Если мы в причину не попадаем, то все это становится непонятным, каким-то противоестественным, каким-то, знаете, лечением. Лечится лекция. И толку не такого. Так. Сергей Матвенко пишет. Петрович, ваша система оздоровления нравится все больше. И сейчас читаю про голодание в вашу книгу. Читайте «Основы здоровья». Читайте «Целительные силы» или слушайте. Именно в начале надо понять, как бы сказать, всю эту концепцию. И просто-напросто из разрозненных средств, я уже неоднократно говорил, вот эти все методики, питание, голодание, движение, там, закаливание, очищение и прочее, прочее, прочее. Есть не что иное, как инструменты. Инструменты нужны для того, чтобы вы из всего этого использовали их так, чтобы восстановить свое собственное здоровье. Как и почему, вот указано, почему с этого начать. И дальше, дальше, дальше. Но я постараюсь, вот, если Господь даст сил и прочее, прочее, еще разок переработать основу здоровья. И вот с такой, знаете, голову сделать. Вот почему надо с этого начать. С чего надо начать. Хотя там кое-что есть для того, чтобы стать здоровым, выздороветь. Так, Николай вот советует нам с Тиграном сделать наклейки для того, чтобы мы не теряли время. Ну, это когда мы занимаемся, то это идет. Так, Слава пишет. Именно с этой книги у меня начался путь оздоровления перечитывать целительные силы с 1998 года. Это как раз вот на видео-аудиокниги слушать целительные силы том 2 и так далее. Так, как, ага, Валентина Киреева на Керосин Тадикам пишет. Как его принимают? Я написал целую книгу. Вы можете посмотреть. По-моему, здесь видосики там тоже где-то рассказаны. Я очень много рассказывал, написал. Вы можете, ну, подробнейшим образом для себя все это дело прочитать, изучить, понять, где купить правильный керосин. Керосин можно вот такой, видите. Ах! Тадикамп вы можете приобрести через интернет-магазины. Их огромное количество. Я тут как раз ближайший назвал. Либо-либо просто-напросто в лавке или сейчас в хозяйственном магазине. Там продается керосин. Но вот именно осветительный керосин должен быть. Без всяких там добавок и на ее основе сделать. Ну, сейчас опять тут куча вопросов. Как? Как? А чего? Керосин-Тадикамп. Значит, Валентина Киреева. Просто очень интересная тема. Спасибо. Тема старая. Старая как мир. Я как раз в книге рассказываю, что этой теме лечение вот этими нефтепродуктами началось в далекой древности. Все вот это использовались, вот эти выходы естественной нефти на поверхность и так далее, так далее. Так, мужики, животы куда будем девать? Это Люба спрашивает. Ну, это в основном, знаете, вот я перед вами сижу, вроде тоже какой-то большой живот и так далее. Это издержки съемок. Некоторые актеры, они любят так, чтобы их снимали вот эта рабочая сторона, это не рабочая сторона. Вот так снимать, так не снимать и так далее и тому подобное. Ну, не без того, как бы сказать, кое-что тут имеется. Ну, все. Вы посмотрите меня, я же вам выставлял свою хавигуру в 68 лет. И там уже, как бы сказать, я стою, стою, стою. Так. Сергей Цыганков с 90-х годов читал ваши книжки. Ну, и на этом мы закончим. Закончим отвечать на ваши комментарии. Закончим в лайки. очень не есть есть как она бред было хорошо